что такое близость почему нам название попало ну во первых как бы этот ретрит он именно если например ретрит там про эмоции или про пространство или про тело или даже вот про общение там конкретно ну как бы такая тема общего характера да вот там навыки общения или там навыки присутствия то здесь это скорее на область жизни и я этим на самом деле каждый долго интересовался и через всякие разные аспекты да и ну там понятно что и общение имеет непосредственное отношение к тому что ну что такое близость как бы да потому что ну как без общения выстроиться наверное никак ну и все остальное там и телеска там естественная явно присутствует и все остальное вот и наверно вот пока я эти ретриты не откатал нормально у меня бы эта тема и не проявилась вот поэтому я когда формулировал до близости трансценденция почему да там под заголовки там написано я сознательная партнерство и подсознательные идеалы я очень долго вот я вчера мы с тобой когда общались предварительно я проговаривал что слово близость присутствует название одной из книжек моего любимого дэвида шнарха который называется интима сенбезая близости желания и когда я переводил на русский слово подбирал слово интима си ориентируясь именно на авторскую трактовку да потому что интима си это нам можно перевести было как интимность к примеру да и это не то что имеется ввиду и в русском языке такая что то точно проблема потому что например словом близость в русском языке часто ну как эвфемизм поменяют например такое понятие как секс да ну типа у нас была близость хотя если у тебя там не знаю секс у тебя был там с проституткой то называть это близостью как-то мягко говоря странно да там на близость это не очень похоже другие аспекты были связаны с тем что среди всяких разных школ которые я изучал наверно ближе всего к теме близости там подходят какие-то ребята которые практикуют тантру да какие-то тантрические практики так далее так далее но там тоже всегда очень сильный акцент на секс на сексуальность на мужское женское проявление там и так далее так далее и это не совсем то что мне было интересно потому что это все моменты скорее наверное телесные это все моменты которые можно отнести к телу и это но когда мы говорим близкий круг и близкие люди мы не обязательно имеем ввиду половых партнеров на самом деле мы имеем ввиду именно вот какого-то да не знаю человека с которым как-то по-душевному легко и просто